Базовый пеглин, мастер на все руки, 15-е возвышение. Так, урон бомб, враги не получают допход, стены и нижние колонны более приключают. Давайте сразу врагам допход отбросим на первый круг. И тогда можно скипать, например, бесполезные камни какие-нибудь. Вот так все получилось, честно, если честно. Класс. Да, да, я просто пытаюсь открыть бимбу. Да, блин, я ее взорвать должен был сразу же. Ау, не бей меня, больно. Что-то у меня прям по бимбам не очень идет пока что. Рандом прям не щадит. Если бы не первый релик, я бы сейчас получил какие-то миллионы урона. Вот просто. Денег, блин, не заработал, ничего купить нельзя. Отстойно. Классический пеглин. На первой битве. Видишь, не стоит так вот горизонтально кидать, мне кажется, наверное, все-таки есть смысл закидывать шарики вертикальненько. Как-то так. Вообще, в прошлые разы лучше получилось. Блин, серьезно? Ладно, давай убиваем, наверное. Сколько монет? 50 на две... Нет, на две карты не хватит, потому что она дорожает после первой покупки. Но здесь и карт нормальных нету. Просто мультишар, это даже не матрешка. Это прям такие супер базовые какие-то. Ну вот красная бомба. На самом деле, как будто бы, может быть, не так плохо. Огромный урон кинжаром. Ой, блин. Ой, блин, как тяжело, как тяжело. Давайте скип еще один. Может, после конкорда разрабы серьезно задумаются, добавлять ли повесточку. Может быть. Будем... Нифига там бомбы взорванули. Будем ждать, задумаются ли серьезно разрабы. Не задумаются. Например, показательный. Двуликий шар удваивает количество яда. А если... А если яда у врага нету? Слушайте, я... Как будто бы надо искать магазин сейчас и просто идти в него вон по сундукам по вопросам. Ну ладно, шаровуха еще неплоха. Давайте, наверное, возьмем одну шаровуху хотя бы. Призрачный пеглин. Спасибо, призрачный пеглин. Сейчас можно случайно на элитку нарваться в вопросе и помереть. Ну... Я ткнулся на элитку в вопросе. И, наверное, помер. У меня очень слабый бил сейчас. Как ты туда улетел? Девять. Я серьезно не попал в эрку. Вау. Это такое безумное ГГВП просто. Ноль нормальных шаров на эту битву. Я не могу попасть в эрку дурацкую. Надо вот об эту стену как-то бить. Неправильно рассчитывал удар миллион раз. Урона нет ни одного нормального камня, чтобы с ними драться. То есть никакого билда вообще не о том, чтобы убить элитку на вопросе. Почему я бить стреляю в ту, когда мне надо было это убивать? Круто. ГГ. Рестарт. Поехали. Ох. Каждое четвертое обновление доски, но всего лишь с одной эркой. Круглицепс и кругловкость. Или более-менее стабильные бомбы. Давайте стабильный забег на бомбах. Хоть какой-то урон. Сейчас поищем еще реликвии на бомбы. Какие там могут быть. Ну типа восстановление бомб после того, как они исчезли. И вот это вот все. Всегда, всегда всего одна монета здесь приходит. По-другому никак. Здесь можно легко по элиткам, кстати, идти. Потому что ранние бомбы это жестко. 49 монет, окей. Это что за новый шар? Он маленький. Дает одну кругловкость. Закажет реактивированных крита, которые находятся в полете. Такой очень лейтгеймовый шар, который... Без дополнительных предметов. Минотавр говорит привет. Так не, мы его... Ну, как минимум... Там на Минотавре много бомб. Просто все их взорвать, попробовать и все. А шесть урон врагам, проходящих через них. Че-то такая фигня... Все, какая-то фигня. Эхо еще неплохо, но в то же время... Я хотя бы на уши улучшу. Давай инвестируем. Окей. Все 29 золота и x3 монет. Нормальная тема. Да ну не можешь ты вправо попасть! Водопад, давай! За водопадом сахар. Бомбы накладывают слепоту. Опачки, бомбы бьют. А я говорил. Вчерашний фильм про трэпера будет на ютубе. Дорога, Гривер, конечно же, будет. Сегодня выкладываю одним видосом. Единичка слепоты. Сколько? Один всего блайнд? Ну... Один процент блайнда уменьшает. Ой, это босс, оказывается. Ой-ой-ой. Очень плохо. Да как вы так успели-то? У меня, блин, дополнительные бомбы на экране. Я не могу убить красных слаймов, которые подходят к... Ко мне. До... До рерола. Просто жесть. Этому нож не туда кинул, допустим. Он промахнулся. У него всего лишь три байна. Имеют шанс промазать. Икс-процентный шанс. То есть у него был шанс промахнуться три процента. Я правильно понимаю? Что-то плохо. Тут нормально. Фу, окей. Окей. О! Слабое притяжение к бомбам. Сильное притяжение к эркам. Давай. Это что такое? Каждый враг появляется с тремя ушаримостями. 30 процентов дополнительного крита урона. Бомбы накладывают еще и яд. Эхо-атака, конечно, очень прикольно, но... Бомбы накладывают яд. Только от вас тут узнаешь, что сюжетная игра по трапперу вышла. К сожалению, вышла. И она не про траппера даже, как оказалось. Эрки перемещаются после каждого выстрела. Это хорошо. Круглить, собственно, мне, наверное, не нужен. Есть ли шанс? Кто знает. Лошарик, лошарик. Чисто бомба билд. Пробуем. Как же этот магнит на самом деле? Такое мешает, как будто. Ничего особо полезного не делает. Ну, хоть одно. Яда бимба. Ой, яда... Яда штука. Блин, жаль, я не взял все-таки тогда красный. Бомба, да, наверное. Шарик с супер критом. Мне очень нравится шаровуха. Прям приятная ОЕ-шка. Давай, наверное, возьмем. Да в смысле? Ну, как можно было туда-то попасть? Жесть. Бомба наносит больше урона. У нас X3 бомба. Можно пойти либо на халявный сундук, либо на элитку. В принципе, и то, и то мне как будто норм. В сундуке денег не дадут. Элитки дадут. Шаровуха, камень для силы пришарения. Камень, конечно же, по-моему, кто-то пришел сейчас. Продолжение следует. Да, я могу сюда не попасть в итоге. Уф, каким-то чудом просто. Ну, привет, штуки. У меня всего лишь 5 бомб по 50 урона. 250 плюс 5 яда. Они умрут, как только я взорву все бомбы. Для этого надо попадать и взрывать гребаные бомбы. Уф, 30 урона критулечкой. Как же странно, этот шар катается, если честно. И отомстилем мапцам. Пожалуйста. Манифестация. Дает круглицепс 4 самоурона за круглицепс. Ой, не-не, спасибо, не. Вообще прикольно в начале игры, но я уже тут что-то на бомбах себе собираю. Подхилимся сразу. Все атаки плюс 1, плюс 1. Когда теряете здоровье, враги больше получат. Every Prime Number Shot. Пирсус, одежда, шнувами. Какой-нибудь халявный 1-1. Звучит не так плохо. Ага, мистический алтарь. Пожертвовать камень, чтобы усилить шаровуху. Кайф, кайф, кайф. Кайф, 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 кайф. Я еле одну монетку забрал, блин. Все-таки вот этот магнит очень странный. Интересно, а если еще и реликом магнит взять, то как это вообще выглядеть будет? Феникс кофе, приветствую. Ааа, нормально. Шар, круглый щит. Я надеюсь, мне хватит 42 хп, чтобы... Да боже мой, 32 хп! Почему слайм? Только что же был другой чел. Эээ, ладно. Мне так показалось просто. Не, мне кажется, что с лайма мы не победим никак. Бомбы сейчас закончатся, и урон как бы закончится вместе с ними. Хотя 6 яда есть. Да, он там еще бомба что-то есть. Ай, Боже мой. Как думаете, сможешь ли он попасть в две бомбы? И нанести еще достаточно урона не сможет. Стабильный билд на бомбах провалился. Пятнадское возвышение. Поехали. При обновлении стола на системе врага урон, сколько штырей было восстановлено. Можно попробовать поискать штыри на восстановление стола. Например. Ну, то есть, эрки. Там и штыри, и эти. Получается. Два хп. Ну, критошар. Попробуй, че. Улетел вообще в другую сторону абсолютно. Ну, как бы я не ожидал 129 урона, если честно. Никак. Так, мне нужны обновления стола, да? Кругловкость можно, кстати, взять. Попробовать. Каждый задетый штырь на три урон не наносит урон. Повышар. Почему такого раньше не видел? Плюс семь, а этот плюс четыре. Улучшить, сразу ресетнуть, то есть мы как-то попробуем сейчас через эрки поиграть, плюс-минус. О, отдать камень в мистический алтарь, повысить пв-шар. Замечательно. Супер кайф. Нужно попробовать на элитку пойти. В идеале, если это будет минотауэр. Вот прям очень хорошо будет. Шесть? А, это еще даже не критовый был. Шесть? И убили мелко. Хорошо. Вроде релиз, а вроде скам какой-то. Я думал, что все эти косяки пеглины, непреднамеренные недоработки. А тут прям душат ни за что. Шаровуха прикольная с учетом повышения камней. Не-не-не, перебор. Одного вот этого должно зеленого большого хватить. Думаю, шаровуха затащит сейчас. Косяки пеглина. В плане сложности. Ну, он реально жесткий. У него реально жесткие возвышения. Типа... Не, не думаю, что это косяки. Сыр. Да такой себе сыр. Вот короткий фитиль, чтобы бомбы взрывать с одного удара. Почти жаль, не на элитку пошел. Бимбэй как будто 90% рандом. Ну, ты можешь научиться стрелять правильно к камню этим. Правильно кидать камушки. Ты можешь научиться собирать более-менее хорошие предметы. Но так, да, в целом, есть такое рандом. Даже не знаю. Спорить не буду, но... Сильно ли это плохо? Это же рогалик. Здесь есть убер-имбо билды. Любой рогалик должен такие иметь. А есть что-то, ну, такое, средненькое. Жесть, он не умер. Злопомяченный. Злопомяченный, вернее. 0-34 урон за каждое попадание по 4-ям на этот бой. На цель на любого врага. Использовать только один раз за бой. Процесс боев? Ну, не знаю. Нет, для каждой... Для каждого борда ты можешь придумать какую-то стратегию. В целом. Дублировать шар. А давай. Неплохо. Очень слабая обычная атака. Задетый перемешар. Я гляну немного нечестный, но это рогалик. Блин, если в рогалике есть сложность, это хорошо. Даже если она зависит от рандома. Но ты можешь как-то пытаться это контролировать. Я не знаю. Я уверен, что я не идеальные броски делаю в каждом... В каждой битве. Активированный ушаримость наклада. Ну, вот перемешар как будто бы самый норм. Да. Если его получится взять, будет хорошо. Ну, его не получится взять. А это я не хочу брать. Скоки от стен или прицел. Как будто бы прицел. На элитку не выйду. Хотел ли я этого? Не уверен. Семь на кучу шариков. Отлично. А, ну да, конечно, как он туда попадет. Бомба попал, повезло. Четыре пойдет. Он просто умер от ресета. Кур-ву-ву-ву-вум. Братош, у тебя как будто нет особо способа стать лучше в этой игре. Есть. Как раз в этой игре ты можешь лучше научиться играть. Кидать шарики всякими отскоками и так далее. Ты посмотри, сколько вариаций. Я не знаю, как там, возможно, продумать. Чтобы ты максимально хорошо все это кидал. Но она все-таки есть. Каждый гребаный пиксель. Мерка еще не перемещается. Чуть я возьму. Ой, хорошо полетела шаровуха. Ой, красота. Еще один повышар, не, 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 уже перебор точно. Ура, дублирует задетые восклицательные знаки ИРКИ один раз. Кто вот в этом вот шарике разбирается? Он дублирует и оставляет на всю игру? Что, стучат? Сейчас. Вот, и они потом остаются. Или потом ты их один раз. Он оставляет на БУРКИ, которые одноразовые преподания исчезают. Не, ну это тогда кал. Одноразовые мне не нужны. Хотя с учетом мультишара на третьем уровне, возможно, не так-то и плохо. Но, скорее всего, скип. Приятно. Так, то здесь вертикально не выстрелить, если так. Вертикально это все равно вбок. Ну-то лучше всего вот туда куда-то стрелять. Ресет, нул. Сейчас, кстати, в крит попасть, по-моему, очень крутая идея. Потому что молния в крите бьет в два таргета. Ну, в принципе... Наверное, этого я и хотел, наверное. Ой, как хорошо по центру усилялками прошли. 46 урона с лошарика. Гик топ. Вот это было слабовато. Пошел, блин, в дамаг. Ой, боже мой. Давай-ка бомбами их попробуем. Могу ли я попробовать убить этого моба? Чисто стреляя в центр. Допустим, если попробовать выстрелить в эту эрку, вернуться обратно. Бойдусь. Но эти все сдохли за счет эрки. Вот это хорошо я сделал в целом. Я так не супер прям планировал. Но так вышло. Окей. Размножав. Метла. Атаки накладят прозмячность. 10 урона броска проходит сквозь врагов. Уже взорванные бомбы можно вернуть на стол. У меня как бы фитиль. Это не совсем тот билд на бомбах, но... 10% как-то слабо. Молоток гораздо круче, который пробивает врагов за дополнительный уран. Ту-ту-ту-ту-ту. Кто босс? Олень. Я не помню, сколько у него бомб. На экране. Ту-ту-ту-ту. Всегда есть шанс на сапёра в конце умереть от красных бомб. Да, да, это правда. Это правда. Но всё остальное такое себе. Давай, может, вот это хоть какое-то АОЕ возьму. У меня чё-то как-то не особо, чтобы АОЕ сейчас есть. Как будто бы... Первая потеря УЗ, или когда перемещаются, то оставляют недвижимую копию. Блин, вот это очень сильный артефакт. Гораздо сильнее вот этой марионетки МХО. Так, ну и чё делаем? Ну, вначале, походу, убиваем. Пытаемся какими-то... Как ты так плохо выстрелил? Бум. Давай, где-нибудь справа прыгай. Влево не иди. Хорошо. Жопа какая-то. Да как ты снизу-то туда попал? Грёбаные... Грёбаные... Одно попадание всего лишь. Да, га-га. Размечность можно копить больше сотки. Так а зачем? В бомбу бы попасть сейчас, чтобы мелкого убить хотя бы... Мне надо эти штуки дурацкие сбивать. Это просто жесть. С какой-то странной надеждой попробую попасть ещё раз в лианы. Электрический, молю тебя, как-нибудь пробей все эти грёбаные лианы. Он-то сделал. У меня сейчас типа есть урон при помощи вот этих вот 14-7 и так далее, но... Весь этот урон сейчас, блин, прилетит в этот кустик, и босс походит два раза, и... Мы практически умрём. Нет. Это... Это... Гэгэ. Т... ... как же конечно играть обычным пеглином тяжело так давай атаки накладывают яд самый топ сейчас любую ауешку взять и это будет хоть какой-то урон чего чего не хотел ремастер и это есть игру не проходил там новые классы не при прохождении они открываются они открываются при определенных условиях и у новых классов закрыто возвышение поэтому играть и мне хочется что вообще было какая дичь меня первая битва мне вписала по на 25 хп просто 10 из 10 а сейчас когда курьер придет мне ему тоже открывать я подержу фестинг из 300 бакс м я надеюсь что ты скажешь ву бля нету не день пошел нахрен А ты такой, чай! У меня орёшь в родине. Ага. Полюбить костюм? Нет. Ты сломал? Там ребята говорят, что. Что? Что? Ребята, говорят, что надо было нынче. Мы вас тоже уже обограли. Там прям, говорят, ладно, с вами надо играть. Это мы, да. Как и не сказали, вы с педрами все это уже. Не с педрами. Что, есть электрическое? Может, кофе-машин? Может, просто кофе покупать молотый? Его летом нету, блядь! Я там только айс-стату. Сумаешь? Ты жалуешься? Мы не занимаемся, ничего не делаем. Чем занимаемся? Спортом. Я говорила, что и ты не нанимаешься. Молота. Ну, докрути по дороге. Работу. Я такое не покупаю. Здорово, миссан. Как же плохо. Ни одного нормального шарика. И еще и хп в минус. И еще в минус. И еще в минус. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Роликс. Атаки накладывают на врагов 4 слепоты. Попробуем круглицепсы застакать каким-нибудь образом. Супер рандом, конечно. Типа, придет ли шарик какой-нибудь на круглицепс или что-нибудь такое. Шансы, на самом деле, довольно небольшие. Маймон. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, а че, я еще монет нифига не собрал. Стиваешься. 3 хп ради... Че, двух монет, да? Окей. Круглицепсы пока не пришли. Справа сундук, придется вправо идти. Х express. Субтитры подогналt bltin. Продолжение следует... Да, что мы заходим. Продолжение следует... Продолжение следует... чем меньше думаешь как кинуть шарик тем лучше он прыгает мне кажется наоборот иногда надо чуть подумать за хзм весело было так сейчас все деньги то собрать блин тут сейчас чуть не деньги надо собирать урон пытаться наносить да по моему он не он улетит просто я не хочу в ту сторону кидать 6 все потому что скипнул маленький шар зачем скипнул непонятно есть хоть что-то что дает круг лицепса нет он нету так нету а мы еще и влево ушли когда я хотел вправо идти классика классика элитка придет нет не придет в целом без разницы в какую сторону идти фигайся минус 2 бомба на старте фигайся минус 2 бомба на старте смогу ли я как-то добить этот эту маленькую бомбу сколько ударов они по мне сделали не знаю наверно видно китайская орео без сахара звучит ужасно может 2 урона за каждый бронебублик ну в итоге эти гантели пока ничего не делают по армянский кофе посоветуешь жардин пьют быстро растворимый с коньяком да с коньяком хорош я ничего не буду брать пока мне не придет нормально что-то он можно в магаз прыгнуть с ноем или араратом омш 3 плюс 5 от слизи и сразу же шаримень с зельями вот это вектор вот это вектор да с раратом кофейным причем есть же есть же вкусовой арарат появился кофейный довольно вкусненький ох одна слизь серьезно 1 че ты такой прыгучий ты должен был по кругу поехать ну я надеялся что он сюда отскочит миллион урона поехали даже по не по одной бомбе просто попасть не могут при старт 2 а ну ему хватило слепота пронзает и звуча выстреливать с огромной силой блин вот это очень крутой шар пронзает по сути даже склизкие наверное но вот это важнее сейчас как будто бы мне кажется от скорости игры повышается прыгущий шаров не не вообще никак не должно влиять плюс 3 бимбы а не было на вопросе зачем я на битву пошел не закидал слизью как так вышло ну тренируем отскоки все счета получилось слайм на последнем будет например так я и планировал только хотел попасть вообще хотел бы потом влево попасть там сундук халявный за водопадом немедленная стадиона врага на которого наведен прицел и хилерская слизь в общем могло бы быть попробуем прохилиться чем скорее смерти я вообще не представляю как его сейчас убивать и и и и и пошел тройной ход и 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 в огонь. Шар приманка Вектор. Двадцать шесть монет. Можно купить какой-то шар. Давайте посмотрим, как этот работает, потому что я его еще не брал, по сути, да? Скажи, я люблю получать урон. О, сундук халявный. Обновлять стол при каждой перезарядке. У меня перезарядка... Первая перезарядка ничего врагу ход не дает. Хоть какое-то сочетание предметов. Кинжар, камень со сферы точности. Ну, конечно же, камень. Пускай утонет в слизи. Здесь прям тяжело. Что если... Просто по прямой кидать. Тверные эрки задействуют крит. Эрк активирует ближайшие штыри при ударе. Наверное, лучше крит. Деньги бесполезны в битву. Так, ну этот не летает, как тот крутой шар, да? Пронзает все остальное. Ну да, то есть, тот, который... Конечно, получше, получше явно. Попробую сразу в эрку попасть. Блин, вот этот рикошет я и хотел сделать. Чуть не вышел. Здесь он их задевает и разбивает еще. Что, наверное, неудивительно. Пойдет. Пойдет. Дублирует эрки и криты. Они у меня как раз тоже критуют. Мультишар еще. Бля, это при перезарядке. Могу ли я с элиткой подраться? Может быть, если я ядовитый возьму? Не, лучше на вопрос идти. Это такой кал. Я не знаю, зачем я его взял, честно говоря. Тоже может быть элитка. Кольцо огня. Первоуровневые огоньки, которые мне будут урон уносить. Ну нафиг. Стоп, почему? Ну куда? Ну не смотрю. Не смотрю. На вопрос надо было. Сам урон шаров. Дурацкий поход по углу, когда ты теряешь один ход просто так. Отвратительный, конечно. Ну ничего, Мерсер. Завтра будет GTA Vice City. Утка заказала. Чтобы ты не дышился опегленно. Вау. Какое говно. Какое говно. Просто нужен клип по пеглину с этими шарами. Это просто... Это просто прекрасно. Да какая жадность. Какая жадность. Рестарт. Шары на рандоме. Уже это неважно. После столько полученного урона, это уже все неважно. Там еще и слайм. Там еще и слайм. Все шары какое-то говно. Блин, я просто хочу пройти базового пеглина. Чтобы играть на других классах. Но, к сожалению, приходится играть на базовом пеглине. Зажадничал. Купо на 7 монет. На 25. Да. Ну, а и чего? А что, не надо монетки, что ли, лутать? Конечно, надо. Мне, кстати, кажется, что если бы у меня было на 40 КП больше, может быть, я бы слизней убился с вероточенностью. Теории, критулечками. Кстати, я мог в теории. Хотя бы один раз босса убить. Наверное. Может, не я, ты меня с вами сейчас убьют. У вас есть один сброс шара. В самом начале игры. Блин, вообще, если сейчас найдем какой-нибудь ядовитый шар, например. Ну, какой-нибудь хороший шар, на который можно... Ради которого можно сбрасывать. То в целом, может быть, не так-то и плохо. Да. Может, лучше монетками заняться? Нет, лучше все-таки пытаться паука убить. 19 монет. Я ничего не могу купить. Класс. Можно ли попробовать пойти там? Как будто бы монет побольше. Можно право пойти и там теперь монет побольше. Так, есть накладывание яда. Любую АУЕшечку надо найти. Сейчас клипы словно труднее стало делать. Я знаю только то, что они сделали так, что теперь клип сам по себе не создается, если ты, ну, как бы, не нажал кнопку сделать клип. Там была такая тупость, что... Раньше он создавался, если ты не нажал на кнопку. Ммм, в крит можно попасть. 91, мало. В смысле, я должен был под бомбой попадать. Хотя, важно ли это? Всего 30 урона ради двух сбросов ко мне, и у нет. Это очень плохо. Сейчас надо как-то в бомбу попасть. Но у меня нету гарантированных. Ладно, повезло. Окей. Шаромбан. Шанс сброса шара. Перемешивает криты и эрки, когда сбрасывается. Вот это звучит неплохо. Этот ничего не делает, когда сбрасывается. То есть его просто можно сбросить. Хотя, блин, не урон. Крит урон даже 5. И шаромба неплохая. А, сейчас шаробомба. Может, она и раньше была шаробомба? Не помню. Ту-ту-ту-ту-ту. Да ну хватит. Ай, воды нет. Доброе утро, зеркучанчик. Привет. Не спеши, черепах, черт, у тебя на x3. Кажется, дожуйте медленный. Не, почему мне не кажется, дожуйте медленный. Ну, я спидраню здесь, потому что на этих возвышениях у тебя настолько большой рандом. Что, да, я просто спидраню локацией в целом. Я уж думал, сейчас в магаз опять попадем. Брать все шары. У меня есть дополнительный сброс. Я не вытащу на этом никак. Он слабый. Ураборос очень слабый. Денег не то, чтобы супер много для него. Влучение круглицепсов. По-моему, у меня еще нет влучения круглицепсов, да? На столе дополнительный крит. Кто босс, кстати? Слайм. Слайм можно критулечками убить. Попробовать. Тоже на втором. Хилл за 100 монет. 100 монет это сколько целый акт надо пройти, чтобы столько заработать. Критулечка попала. Блин, нормальный такой урон. Плохая тычка. Да. То есть в эту бомбу, в этот крит попасть. Минус все хп на локации с красными слаймами отстой. Критулечка. Матрешка ультр хороша. Матрешка ультр хороша. ой как же матрешки хороши круг лицепс за каждые 12 задетах но я не брал ту штуку на круг лицепс 25 хп мне кажется надо кинжар попробовать накачать лечит каждый раз к обновляет стол взорванные бомбы дают деньги во время пути 5 монет это так мало кстати были менее нормальная локация как будто заденьте выйти гребаные бомбы хотя бы паерки не попали и мертв пока еще жив но почти мертв сейчас меня этот заплюет свои три хода а нет еще у меня есть целый ход чтобы выжить по бомбе попал 2 хп подвержен время влиянию круг лицепсов круглов кости замечательно ну короче у меня сейчас возможность убить слайма просто каким-то гига критом ножам но честно говоря сомневаюсь блиновки стрелять наверное не это невозможно ну что ж 15 возвышение 10 примерно те 0 я даже я даже до второго акта за сегодня разу не добрался ни разу слеп атака враг атакует ближней войне вот это неплохо сейчас на ресетах лутать эти плюсики плюс один можно все таки взорву эту бомбу не нельзя мог же мог же сюда попасть мог я разочелся кидать выстрел увы шар с обновлением который сбрасывается может быть это так а сильно очень слабо и обычно каждая из 7 штырей в монеты или кстати шар с обновлением когда сбрасывается а но он он не сбра он не сбрасывает он перемешивает эрки и восклицательные знаки вот этот нужен сейчас очень нужен чтобы эрку всегда находить кампам 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 пабам паба бам пабам о и и блин помри ты уже пока денежный я в итоге не взял до сожалению да в смысле вы не умираете вот это топовый шар я не вижу смысла пробовать элитку убивать сейчас элитка будет нет ой вороны 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 так но здесь без разницы да может бомбу взорвем люб это элитка да это точно элитка тут 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 быстрее две копии следующего шара то есть обычного камня взорви хотя бы одну бомбу ну почему ты не можешь взорвать гребаную бомбу чем мне надо уже все бомбы взрывать чтобы красные умерли но сейчас они сделают удар на 16 уже не могу взорвать эти долбаные бомбы куда ты улетел то тупой шар дуду 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 тут он три бомбы активерная арки наносит урон перезарядка дает круг лица и зарядку круг лицу это сильно но не на пятнадцатом возвышении 3 бомбы я за полтора часа примерно ни разу не дошел до второго акта пеглин пеглин молния в сумку да конечно звучит отлично обычная битвана на элитную не похоже дабы как-то дам прокатиться бы шар бухой наверное более плотный который активирует 42 раза хер попадешь но зато бомбы активирует хорошо то босс слава богу я в золото не попал играю в мегалут первый раз все божественное собрал как-то трудно дойти до 40 50 этажей что только там начинают падать божественные шмотки нормально понятно я просто помню что я помню божественное тело вот все остальные божественные вообще не помню главная проблема в том что мне кажется что они все какие-то пососные а по бомбам ты как ни разу не попал миллион бомб на экране могу в них попасть при помощи ни одного камня давай-ка матрешку сразу ее улучшим матрешка будет взрывать бомбы и мы будем сильными наверное сюда можно сейчас улететь в никуда надо пробовать есть сундук на столе появляется дополнительно р к да пожалуйста это замечательно по моему в большинстве случаев вот это вот это сейчас вот эта матрешка сейчас была ошибкой что бомбы сейчас надо взрывать тогда когда красные все придут в одном виде мы будем взрывать тогда когда два красных пойди да в смысле ну упади ты вниз ну просто вниз ну пожалуйста молния слабая и слишком мало что задевает заражер клёвый у нас эрки есть хорошо шторки да еще матрешку качнем матрешка кстати у мира убивает нас на этом на это и и и и и и и и и такая маленькая все все бомбы просто в помойку матрешка как всегда топ эхо после матрешки но если повезет что она будет после матрешки можно попробовать слепота стены и колонны более прыгучие возможно я эту штуку недооцениваю кстати самого низа прыгать с колон особенно это как резиновый шарик но блин слепота звучит но очень хорошо лучше влево через сундук конечно же камень конечно как будто бы у меня был выбор позволяет вернуть шарик который вниз упал очень часто о 2 отвратительно плохих предмета инвестиции в этого чела тоже такое а 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 забавно туда-сюда попрыгал я же хотела бы взорвал до рассечар второго уровня за каждый активированный крит этот шар пронзает дополнительно врага вплоть до 2 1 крит вряд ли что ж похоже на смерть в очередной раз матрешка очень хороша 200 урона ну чем не дамажить дальше кроме матрешки у меня не буквально ничего нету есть эхо но мне также есть три сета экрана но ими ничего не дают особо ну здесь урона и 1 если крит я вообще хотел сбросить кажется я начинаю вспоминать что на самом деле на базовом бегле не надо вкачиваться вкачивать 3 уровень кинжала и каким-то образом играть только от него яхоза каждую четвертый раз когда доска обновляется случайно дается круг лицепс 5 монет тоже хорошо давай четыре обновления и попробуем искать там эрки какие-то да вспомнить куда поедет шар чтобы обновить доску вроде бы получилось тут наоборот не получилось табло базе большой за рейд приветики как здоровится как как твои делишки привет привет и здрасте здорово рова пришли позорить то бублика жесть зачем позорить ну все рассказывайте все ваши секретики что у вас произошло спасибо большое за рейд очень приятно шаутаут ребята наш тоже обязательно подписывайтесь на таблу в общем это как ваши делишки как ваши делишки мы вот сами тут позоримся на самом деле чтобы понимали это рогалик в котором три акта надо пройти я сейчас за сегодняшний стрим за примерно за полтора часа ни разу не дошел до второго акта вот такая вот прикольная история так что кому интересны страдания присаживайтесь поудобнее говорится ой блин как в ту эрку то попасть теперь чего он на чем спойлер или сильно только не рассказывай ну звучит нет я дал мудрю удара ну почему как же больно о ну тот хороший прыжок был я им с удовольствием огромным ну естественно пиво и она говорит что они достаточно с удовольствием ем сладости говорит пиво с большим удовольствием пьешь типа блин вот это новость и в пиве тоже сахар какая разница во во факты суши надо если вот этот вот шарик на криты который кругловкость дает попадется в следующий раз надо его попробовать разочек я стараюсь ресетать как можно чаще может быть лв лапающий шар неплох ним мне бы хоть какое-то пробитие вы да почему я вправо ушел как должен был идти на сундук ну здесь тоже сундук повезло перезарядка дает круг лицепс или лечат при перезарядке 6 хп на перезарядке звучит осос нам мало попробуйте пробить что ли может в крит попадем не попал все буду просто взрывать бомбы меня нет других вариантов нормально так отстойный вариант же он не может никогда никуда попасть просто никогда и никуда 40 урона знаете разработчики ввели про хилл за деньги ты же блин не хочешь это делать каждый раз каста обновляется или каждая перезарядка могу уменьшить всю свою колоду из перезарядки латать круг лицепс и на на ураборос москлаб спасибо за 23 месяц спасибо большое знаете что я хочу кое-что попробовать сюда шароборос там 4 самоурона при сбросе я знаю слушай я заранее получу чуть-чуть урона да вот теперь мясо бы найти да 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 которые мы только недавно скипнули убираем крит ну если придет возможность убрать крит постараемся убрать крит глазодей в смысле ты походил до как ты выжил как ты выжил у меня там эхо на миллион урона было как за водопадом когда у вас меньше хп все выстрелы становятся критическими это нельзя брать потому что воробороса урон меньше под критами боже мой как же это плохо еще и на элитку идем да я лучше на вопрос пойду чем умер умру на элитке просто так другой пеглин спасибо мне очень нужно улучшение шара кольцо огня да 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 интересно очень очень интересный ивент очень классный спасибо большое пошли в новый забег а